Здравствуйте! Это культурная. Начать программу хотелось бы с новинок литературных. Тем более в самом начале года в свет вышла целая серия книг, посвященных Владивостоку, Дальнему Востоку и его людям. Причем это книги разных жанров и разных форматов. Так, небольшой томик Василия Авченко «Кристалл в прозрачной оправе» уже успел попасть в шорт-лист премии «Национальный бестселлер» и большой подарочный фотоальбом «Берега и люди». Два года работы, усилия десятков людей, долгие редколлегии. Эта книга рождалась с большим трудом, и вот она появилась на свет. Первая ласточка грандиозного проекта. Мы затеяли большую новую серию, она называется «Путешествие по Дальнему Востоку». Это рассказ такой о регионах Дальнего Востока, путеводителей, книги, какие-то детские издания, карты, пазлы, такой замысел большой. И вот эта книжка «Берега и люди», «Приморский край. Берега и люди» – это первое пилотное издание этой серии, рассказывающее о природе и людях Приморского края. Поэтому здесь крупные планы, виды природы и такие совершенно крупные и красивые лица наших приморцев. В основном народ, живущий в глубинке, это была наша такая концепция, придумка, чтобы рассказать, показать прежде всего людей, которые живут в Приморье, в нашем крае, в селах, в маленьких городах. Я думаю, что подобный проект впервые предпринят. Это большая, колоссальная, очень интересная работа. На Галике портрет края создавала группа фотохудожников, но большая часть снимков принадлежит Александру Паничеву. Это не профессиональный фотограф, но настоящий мастер очень человеческих и душевных кадров. Здесь видно по фотографиям самым разным, что люди доверяют фотографу, они его знают. Он на Севере 40 лет. Они его знают, видят его далеко не первый раз. Поэтому они ему доверяют и позволяют ему их фотографировать. То есть они не позируют, они очень естественны в кадре. А он, так сказать, это не постановка в том смысле, что он снимал их в день и выбрали лучшие кадры из ста. Совсем нет. Это все занимало какое-то короткое время, потому что люди, их не надо было там настраивать, они сами как бы были приуготовлены. Ну вот такой тоже выразительный кадр. Девочка старобряческая и замечательная такая. Лица простых людей, без пафоса, без ложных масок, и все приветливые. Самая большая гордость Приморья – природа. Леса, сопки, побережье. И, конечно, приморская столица. Ее мосты, ее набережные, ее необычный ландшафт. Таким получился многоликим эмоциональным портрет края, который показывает, что же такое Приморье. Ведь словари бесчувственны, и понятие «субъект Российской Федерации» никогда не расскажет о целом мире, который раскинулся рядом с морем. Пишет автор вступительной статьи Василий Авченко. Для него это край Приморья. Мне просто всегда интересно разбираться с корнями слов, с тем, как эти слова живут. Иногда люди заставляют их жить по человеческим законам, иногда, наоборот, слова живут сами по своим законам. Действительно, Приморье, если писать его с маленькой буквы, это, в принципе, любой регион, любое побережье, любая территория, расположенная у моря. Но в нашем случае Приморье из имени нарицательного стало именем собственного, получило большую букву. И теперь мы понимаем под Приморьем только наш Приморский край. Мне хотелось все-таки пойти вглубь этого слова и найти в нем какие-то новые смыслы. Тем более, что Приморье, возле моря, но получилось так, что когда вот эта русская приставка «при» соединилась со словом «море», там появилось и слово «прим» или «прима», что означает «первый» уже на латыни, то есть смысл, который у меня было изначально, и так далее. По словам авторов, планировали выпустить подарочное издание, а получилась очень яркая, в то же время трогательная книга. Этот альбом – еще один повод гордиться берегами и людьми, которые рядом. Я сейчас в руках держу книгу, очень красивую. Называется она «Кристалл в прозрачной оправе». Это снова книжка о Дальнем Востоке, о себе или шире о нас, если здесь уместно делать какие-то обобщения. Да. Я считаю, что рыбы наши, они несправедливо обделены вниманием пишущих людей, и рыбы достойны всяческой поэтизации, никак не меньше, чем возвышенные чувства или героизм солдат, проявляемый именно на войнах. Это вот тоже такой огромный слой реальности, который заслуживает нашего внимания. А тем более наши рыбы дальневосточные, которые в так называемой Центральной России известны меньше, чем они того заслуживают. И вот это вот поэтому все росло и писалось. А камни тоже… Сначала мне казалось, что я пишу о рыбах, а потом оказалось, что вот туда влезают камни своевольно. И оказалось, что эта рыба и о воде, и о камнях. Ну тут, видимо, что-то от отца еще такое передалось, потому что у меня отец геолог и рыбак. Он профессиональный геолог, но он большой любитель всяческой рыбалки. И вот, видимо, каким-то образом все синтезировалось, и вот получилась эта книга. Как ты сам охарактеризуешь жанр? Жанр… Я для себя это определил как лирические лекции. Ну, две таких больших лирических лекции. Как ты относишься к тому, что тебя Прилепин назвал певцом рыб? Ну, прекрасно. И певцом, и поедателем. Я знаю, что Захар Прилепин очень любит нашу корюшку вяленую. Я ему ее привозил. Поэтому это вот, собственно, продолжение этого процесса. То есть, если я раньше привозил вяленую корюшку, то теперь, ну, в общем, в Москве ездила вот такая камбала. То есть, это вот начинаются такие наши атаки на столицу в виде символов. Любой местный житель, а наша ее рыбе знает больше, чем я. Я не дайвер, например, и не рыбак, и не моряк. Просто они вот не пишут, пришлось писать мне. А в той же Москве, Приморье, это вот такая терра инкогнито часто воспринимается наша земля. И, конечно, хочется что-то рассказать, донести, чтобы это было услышано. Потому что, с одной стороны, мне не нравится перекос в сторону москвоцентризма. Когда все, что происходит, у нас происходит в Москве. У нас очень москвоцентричная страна. Она очень централизованная. И это мне не всегда нравится. Мне хочется, чтобы наши провинциальные города, чтобы они тоже были такими столицами в каком-то смысле слова. Мы вот называем Петербург культурной столицей. Вот мне бы хотелось, чтобы таких столиц было, не знаю, штук 20 по стране. Я вот всегда как-то выступал за то, чтобы был слышен голос, ну, в данном случае голос Дальнего Востока, голос Владивостока, или там Хабаровский, или Петербург Камчатского. Мне это дорого. Мне нужно, чтобы мы говорили, мы звучали. Ну, вот, может быть, поэтому меня и могут обвинить в каком-то географическом шовинизме. Вот, его здесь нету, как тем более нету и сепаратизма, в чем меня тоже нередко обвиняют. На самом деле, наоборот, я, в общем, скорее человек таких имперских взглядов, и сепаратизм здесь совершенно не уместен. Ну, получилось даже не о рыбах, не о камнях, а о том месте, где мы живем, и о своей любви и гордости за это место. Потому что, когда читаешь, ты прямо чувствуешь вкус этой рыбы, чувствуешь запах ветра морского. Да, солью присыпана страница, и чешуя сыплется с них. В эти дни православные отметили Рождество, и праздник стал поводом для того, чтобы встретиться с духовной музыкой. К теме православия многие русские композиторы обращались неоднократно. Музыкальные шедевры Чайковского, Танеева, Бортнянского, Рахманинова прозвучали в эти дни на приморской сцене Мариинского театра. Закрылись глазоньки. Поснул, и в самом деле, как сладок детский сон, как безмятежная личка. Мария, а лиужели посланцем неба в этот мир спустился он? Иосиф, прочь, отбрось сомнений, коснулась нас Господней благодать. Малыш сей послан людям во спасение, и Божью волю мы должны принять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В годы советской власти обращаться к теме православия, тем более писать музыку на эту тему, это был настоящий подвиг, тем более для композитора известного. И Георгий Свиридов, автор знаменитой сюиты «Время вперед», ставший негласным гимном трудовых подвигов советского народа, находил силы, время и, главное, смелость создавать духовную музыку. Он жизнь положил, чтобы Русь деревянная и отчалившая стала вновь звучащей и ожившей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Аллилуйя, 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 Аллилуйя! 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 Весокий Бог Аж мурашки по коже бегают. Понимаете, вот такое чувство. Действительно, как вроде бы мы приблизились к рождению Христа и ощутили немножко это время. Очень удачно подобранное произведение. Самое лучшее, что вообще создано на эту тему, поэтому впечатление очень хорошее. И тот спектакль, который они сделали в начале, еще больше дополняет. И, конечно, очень музыкально впечатляюще. Поэтому очень жаль мне тех, кто не пришел и не получил такое удовольствие. Ну, вообще очень прекрасные концерты. И я просто в восторге. И тема такая, тема любви, тема добра. И я считаю, что это вообще должен был каждый побывать на этом концерте. Изумительный концерт. Продолжение следует...